Здравствуйте! В эфире проект «Пятое время года». Меня зовут Иван Святченко. Мы рассказываем вам о Молдове и ее жителях. Смотрите в выпуске. На севере Молдовы добывают редкий вид песчаника и называют его «косаудским камнем». Секреты резьбы по камню – размышления о власти и людях и о твердости характеров настоящих мастеров. Смотря на политиков сегодняшних, никому нельзя доверять ни капли доверия. Чтобы понимать, к чему он идет, сделает ли что-нибудь. Спросите у кого угодно. Раздают лишь пустые обещания. Никто ничего не сделает. И как во время пандемии и законодательства, на закрытых границ, не сидеть в заперти, исколесить всю Молдову и заново познакомиться с Родиной. Так много я не общался с детьми уже очень давно. Чувствую, что наши отношения за этот один месяц стали гораздо крепче, чем были прежде. Это история о мастере и о древней профессии резчика по камню. Сергей живет в небольшом селе на севере Молдовы, где добывают редкий вид песчанья, как осаутский камень. Сейчас, по словам Сергея, он занят главной своей работой. Создаёт скульптуру самого знаменитого молдавского господаря Штефана Чалмари. По связи поколений и красоте, застывшей в камне, побеседовал Нику Гушан. С исторической точки зрения Штефан Чалмари был достойным человеком, как господарь, как личность. Конечно, хотелось бы, чтобы и в наши дни были такие люди, но, к сожалению, их нет. Насколько тяжело было раньше правителям тех времен? С какими проблемами они сталкивались? Какие великие дела вершили? С душой, с любовью к родине? Как они её защищали? За кусочек хлеба проливали кровь? А сейчас всё продаётся. Всё делают только в своих личных интересах, не более того. Горска людей, которая манипулирует народом, как им вздумается. Думаете, что сегодняшним лидерам, политикам в будущем не поставят памятники? Не то, что памятников не поставят, их не вспомнит никто, ни наши дети, ни внуки. Кем они были, кто в каком году правил и что сделал? Если раньше мне кто-то из них был интересен, то сейчас, глядя на этих политиков, на то, что показывают по телевизору, вообще никакого интереса нет. Мне некого выбрать. Я считаю, если человек уже был в парламенте от какой-то партии, от другой партии он не должен избираться, не сделал ничего, не стоит вновь стремиться в парламент. Если присмотреться, они все перебегали из одной партии в другую с самого начала, с 90-х, поливали друг друга грязью в предвыборных кампаниях, а сейчас глянь, они и кумовья, и друзья. И с этой пандемией сколько глупостей наделали. Вот мой сосед возвращался из Санкт-Петербурга, в дороге был четыре дня. На двух автобусах добирался, приезжает на молдавскую границу, ждет с 8 утра до 10 вечера. А его заставляют в течение 72 часов купить медицинский полис. Какие-то деньги есть у него, но кто знает, может, одолжил, чтобы домой доехать. Вот такие вот моменты. А люди, которых оштрафовали на 22,5 тысячи леев, у них есть такие деньги? Откуда им взять? И сколько лет придется ни есть, ни жить, чтобы выплатить этот штраф? Издеваются над людьми. Ну а кто издевается? Они не из Румынии или России приехали, это наши молдаване во власти, выступают по телевизору. И не стыдно им, рассказывают сказки. Разве не видите, что происходит? Люди все понимают, народ ведь уже не глупый. Люди бывали за границей, видели, как там живут, и как там относятся к рабочим людям. Совсем не так, как здесь. А здесь что? Все говорят, но никто ничего не делает. Все держится за счет тех, кто трудится в поте лица, кто работает мотыгой. Тех, кто работает где-то нелегально и присылает сюда деньги. И тех, кто на эти деньги пытается как-то выкрутиться в Молдове. К примеру, я выполнил заказ, заработал немного, пойду что-нибудь куплю у кого-то, и так вот все крутится. Как я начал работать с камнем, жизнь заставила. Работы в 90-х годах не было, просто была катастрофа. Если у кого-то было место работы за рубежом, никому об этом старались не говорить, уезжали в одиночестве, разве что друга или родственника могли взять. Я не смог никуда уехать, хотя им не хотелось бы поехать заработать немного денег. Взялся за камень, получилось, появились заказы, на жизнь хватает, на все необходимое. У молодежи сейчас больше возможностей, уезжают за границу, через несколько месяцев находят хорошую работу и зарабатывают получше меня. Я здесь в пыли работаю с утра до ночи, это тяжелый труд, но нас здесь практически не ценится. Однажды поехал за границу, в Москву, работал там на очень крупном предприятии, где изготавливали памятники из мрамора, гранита. Проработал первый месяц и поразился, сколько там платили, и сколько я здесь зарабатываю. Так я остался там, пять с половиной лет отработал, там другие деньги и другие возможности. Здесь у нас тоже можно заработать, но сложнее. Кажется, что каждый заказ дорого стоит, но эти деньги тяжело даются. У меня трое детей, жена не работает, я целиком обеспечиваю семью, тружусь честно, как могу. Сын, мне кажется, подумывает уехать, не думаю, что останется здесь. Одной из дочерей сейчас 10 лет, и скоро 11. Папа, если лучше жить в Румынии или России, почему же мы живем в Молдове? Это 8-летний ребенок мне говорил, и я был потрясен. Вся семья была за то, чтобы мы уехали из Молдовы. Все. В Молдове мы остались из-за меня, не могу порвать со всем этим. Где бы я ни был, не отпускает тоска по дому. Можно поехать с семьей, с детьми, но я встречал людей, которые работают в Москве, они все скучают по Молдове, по молдавским свадьбам. Люди, хорошо устроившиеся в Москве, с домом и прочим, мечтают вернуться домой, на свадьбу или куда-то еще. Здесь мой дом, я в своем селе вместе с семьей. Утром выхожу из дома на работу и возвращаюсь вечером домой, в семью. Фирма, где я работал, развалилась. Это была хорошая, стабильная работа. Деваться было некуда, и я уехал домой. Даже если бы и нашел такую же работу, не остался бы. Время идет, мы стареем, неизвестно, что будет завтра. Туманные перспективы. Мне кажется, молдаване, как нация, слишком терпеливые, очень добры. Сельские люди, труженики слишком доверчивы, терпят, думают, что будет лучше. Если оглянуться в прошлое и посмотреть, как сегодня бывает, есть целые народы, которые выходят и устраивают революции, как происходит в Европе. Там меняют немного закон, люди с этим не согласны, они сразу выходят на улицы, а мы с такими законами жили бы и жили. Выходят все и протестуют, а у нас хоть кто-то выйдет. Выйду только, если им денег дадут, иначе не могут. Как-то наши бюджетники ездили в Кишинев, какое-то сборище там должно было быть, и нужно было собрать побольше людей. Вернулись они домой, и одна соседка другую спрашивает, зачем ездили в Кишинев, что там делали? Она ответила, что не знает, посмотрев вечером по телевизору и узнает. Ей не рассказывали. Вот так у нас обстоят дела. Смотрю на политиков сегодняшних, никому нельзя доверять ни капли доверия. Чтобы понимать, к чему он идет, сделает ли что-нибудь. Спросите у кого угодно, раздают лишь пустые обещания, никто ничего не сделает. Коронавирус все еще одна из главных мировых проблем, и пока границы большинства стран остаются закрытыми, самое время заново открывать родину. Это история о двух молодых социологах, которые нашли альтернативу домашней изоляции. Дороги и километры подарили им не только открыточные пейзажи, самое главное, по их словам, это люди. Виктория Колесник присоединилась к путешествию по Молдове. Когда начался карантин, объявили чрезвычайное положение, мы думали, что это ненадолго. Во всяком случае, так нам казалось в марте. Не было никаких явных признаков, что эта пандемия скоро закончится, и мы нашли единственное решение. Вместо того, чтобы сидеть взаперти, мы отправились в путешествие по Молдове, посмотреть страну. У нас было два месяца, насыщенных поездками. Под конец каждой недели мы куда-то выезжали. У меня это, наверное, началось еще в детстве, когда я жил с родителями и братом. Мы ходили в походы, называли это туризмом, и каждый брал с собой рюкзак. У нас не было машины. Мы ездили на поезде до Корнешть, и оттуда шли пешком, до села во Флорешском районе, где-то 30-40 километров. Папа всегда рассказывал потом историю о том, как я, отправляясь в поход, брал с собой мяч, термос и что-то еще. А потом по одной эти вещи оставлял, и в конце концов забирался к папе на спину и засыпал. Сейчас я будто снова переживаю свой детский опыт. Это символ дома. Подкова приносит удачу, благополучие в дом. Мешок с деньгами возле подковы. И метла сметает все зло. Пойдемте. Всякий раз, когда мы собираемся в какое-то село, стараемся заглянуть к местному мастеру, ремесленнику. Мне кажется, это сочетание человеческого радушия и местного колорита обогащает меня. И таких моментов у нас было довольно много. Мы побывали у гончаров, у мастериц, которые вяжут, делают кукол, и у пчеловодов, у детей всякий раз оставались сильные впечатления. Они потом долго будут вспоминать и рассказывать об этом дома. Порой кажется, что достаточно выехать куда-то, посмотреть на холмы, побыть в монастыря, увидеть лес и вернуться домой. Но самое ценное в этих путешествиях – люди. И мы всякий раз стараемся найти местного проводника, который покажет разные места, расскажет о холмах, легенду о каком-нибудь озере или о кладбище лошадей. Мы слышали, что такое существует в этом районе, и звучит это интересно. Я, например, узнала, что есть очень красивые села на берегах Днестра и Реута. Все, что видела, все поселения на берегу, мне показались невероятными. Просторные пастбища, ландшафты, застывшие во времени, и словно вечность рождается в селе. Там, где лошади пасутся в тишине, коровы, козы – очень умиротворяющие виды, которые, казалось, остались в книжках и позабытых временах. Да, особое ощущение от нетронутых и неизученных мест, будто там не ступала нога человека. Иногда возникает такое чувство. Хотя наша страна маленькая и густонаселенная. Это не Сибирь, где можно за сотни километров не встретить ни одной живой души. Все же у нас много мест, которые так и влекут. Хочется оставить машину где-то на парковке и идти, идти, идти. Мы побывали весной во многих старинных усадьбах. Наверное, их было около десяти. У некоторых из них есть туристический потенциал, если инвестировать. Некоторые уже на балансе Министерства культуры и вполне неплохо там. Мне понравилось впечатление от этих усадеб, будто путешествие в далекое прошлое. И, будучи там, начинаешь взаимодействовать с этим прошлым, таким неосязаемым, но там внутри оно обретает реальные очертания. Несколько раз у нас застревала машина, когда мы блуждали в поисках верного пути. Да, это большая проблема отсутствия инфраструктуры, стихийные свалки, люди, оставляющие после себя в лесу, выжжены и отметены. Хотя есть места для пикников и костра. Другая проблема в отсутствии элементарных указателей. Бывало, что мы кружили в поисках определенного места, не подозревая, что мы уже там. Чтобы дорога была комфортной, приятной, мы обязательно включаем аудиосказки. Есть несколько игр для дороги. Девочки обычно что-то придумывают там, на заднем сидении. Во внутреннем туризме есть две крайности, как мне кажется. С одной стороны, очень дорогие пансионаты с завышенными ценами на размещение. С другой стороны, очень красивые места, где сельчане не могут должным образом оценить, что у них есть, монетизировать. Думают, что другим это будет неинтересно. И мне кажется, между двумя этими крайностями не хватает баланса. Мы, как семья, не ищем каких-то особых условий. Мы увидели реку или озеро, захотели освежиться, искупались и отправились дальше. Это естественное воспитание в контакте с природой. Так мы стараемся растить наших детей, потому что мы сами такие, и таков наш образ жизни. Семьей мы, как и все представители среднего класса, ездили на море в Румынию, в Украину. Однажды были в Болгарии. Собирались и в этом году в Болгарию, в поселок у границы с Турцией. Конечно, пандемия нам в этом помешала. У нас силен этот позитивный стереотип о молдаванах, об их гостеприимстве, но все же мы были удивлены. Во время путешествий по Молдове мы встречали очень гостеприимных, доброжелательных людей. Более того, мы встретили людей, готовых нам помочь бесплатно, бескорыстно, показать какие-то места. Еще мы поняли, что сельские жители не особо восприимчивы к красоте мест, которые их окружают. Это относится ко всем молдаванам. У нас есть стойкое убеждение, что в Молдове не на что посмотреть. И это частично правда, из-за отсутствия инфраструктуры. Но я думаю, что существует много мест, где было бы достаточно минимальной инфраструктуры. Дороги, точных указателей, нескольких обустроенных площадок, где люди могли бы отдохнуть. У нас довольно богатый опыт, но нужно признать, что мы никогда не исследовали Молдову и не ездили по Молдове столько, сколько за эти несколько месяцев пандемии. Даже смогли как-то достичь цели, которую мы себе поставили, и были очень довольны. Теперь мы узнали страну напрямую, выбирали маршруты, знакомые и не очень, чтобы обнарушить какой-нибудь холм, поле, историю, связанную с каким-то оврагом. Для меня все эти поездки были маленькими открытиями. Когда мы планировали поездку, выбирали мы так. Скажем, село Раскоец. Что мы можем увидеть там? И в каждом селе мы могли найти десяток интересных мест. Думаю, дети запомнят эту пандемию благодаря тому, что больше времени проводили с родителями, играли. Дома, если все время быть с детьми, абстрагироваться невозможно. В любой момент они могут подойти и попросить починить игрушку, показать, что они нарисовали. Какие девочки красивые у нас на Днестре. Смотрите, если захотите опустить руку в воду, скажите, я буду помедленнее. Не давим на края и не гуляем по лодке, хорошо? Так много я не общался с детьми уже очень давно. Чувствую, что наши отношения за этот один месяц стали гораздо крепче, чем были прежде. Я поняла, что могу находиться с семьей, и это было бесконечным счастьем. То, что поначалу меня напугало, мне показалось, что мы начинаем задыхаться в присутствии друг друга, стало чем-то таким прекрасным. Это было «Пятое время года». Спасибо, что провели это время с нами. До встречи на следующей неделе. Всем удачи и пока! Субтитры подогнал «Симон»!